мои прекрасные зрители здравствуйте хочу пригласить вас сегодня на прогулку и я покажу вам город и реалий сегодняшней италии вот такие рисунки развешаны повсюду первый такой рисунок вы возможно помните я показала вам на асфальте он был нарисован мелом и радуга стала символом того что все будет хорошо такую радугу рисуют как правило дети либо семьи в которых есть дети при помощи родителей конечно же дети совершают такое красивое творчество и подобные плакаты сейчас украшают балконы очень многих итальянских городов я тоже со своими ребятами скоро нарисую что-то подобное радуга и конечно же надпись что все будет хорошо город украшен таким интересным образом и то что очень сильно удивляет это конечно же тишина которая сейчас на улицах и в этой тишине ты можешь слышать разговоры людей между собой но общаются они с одного балкона возможно находясь на другом балконе очень красивые конечно же плакаты но очень печальная история почему они появились мы находимся в карантине больше месяца люди при первой возможности когда появляются теплые дни у нас была целая неделя ветров и дождливой погоды а сегодня очень тепло и завтра будет очень тепло а потом снова неделя затяжных дождей нам обещано люди выходят на террасы на балконы практически никто не гуляет исключение составляют хозяева и их питомцы им можно гулять церковь открыта церковь работает так же как и работала всегда колокольный звон мы тоже слышим регулярно но территория перед церковью не узнаваема я сейчас вам ее покажу это площадь где обычно очень много машин потому что это площадь перед церковью точнее парковка перед церковью это также парковка перед детским садом там всегда были машины я заметила что появились новые граффити на стенах новые граффити безусловно символика и скажем так с надписями которые отсылают конечно же нас всех к тому что сейчас происходит эти граффити я думаю разрешат оставить очень-очень надолго здесь не требуется даже перевод я думаю что очень многие поняли и могут понять что это то что появилось совсем совсем недавно я отхожу от дома на самом деле я пошла не прогуляться это невозможно сделать это запрещено я пошла за журналами и вы знаете я была очень рада выйти я была очень рада солнечным дням я была очень рада солнечной погоде и это удивительное чувство когда ты имеешь возможность выйти мы так много имели до сегодняшних дней и так мало это ценили на самом деле я надеваю перчатки это реалии наших дней я трогаю дверные ручки которые периодически сама же чищу только в перчатках по привычке я хотела поехать на лифте но опять же реалии сегодняшние дни таковы что все мы лифтом не пользуемся практически никогда исключение составляют дни когда мы идем а точнее возвращаемся супермаркета прекрасный день очень хочется быть на улице но наш прекрасный город и парки которые закрыты все это пустынно очень очень непривычно пение птиц прекрасно ты наконец-то его слышишь отсутствие гула от машин современному человеку его уху совершенно удивительно город выглядит очень аккуратным очень чистым высажены цветы цветы не сохнут маленькое напоминание того что сегодня не все как всегда это вот такие маленькие питьевые фонтанчики которые в это время уже работают но пока их еще не подключили вот такой пустынный город парковка которая также всегда заполнена сейчас абсолютно пусто не проезжает ни одной машины ты можешь стать посреди дороги и стоять там очень очень долго машин нет как вы видите очень тепло время вечернее в это время обычно всегда гуляла огромное количество семей людей все закрыто опущены решетки но не у всех магазинов кстати имеются решетки за решетками большое количество товаров которые ждет покупателей но под большим сомнением будут ли у всех желающих еще тех желающих которые три месяца назад могли купить себе очень очень много из того что предложено будет ли возможность у этих желающих купить то что они когда-то хотели могли себе позволить при этом я вижу что витрина переоформлена несмотря на то что у нас были очень сильные ветра решетки а также витрины и стекла витрины очень очень чистые это позволяет думать что кто-то ухаживает за всем этим город действительно не смотрится заброшенным многие закрываясь полагали что скоро вернуться к своей обычной работе посмотрите на витринах еще зимний ассортимент витрины говорят о том что внутри скидки зимние скидки мы видим снежинки которые были оформлением зимних витрин вот так выглядит почта которая забрасывается за решетку я встретила группу людей они разговаривали позволили себя заснять они на самом деле были очень веселы и их разговор было приятно слушать рядом с ними было приятно находиться повсюду объявления что вот-вот откроется магазин либо бар либо ресторанчик люди действительно закрывая свои магазины на несколько дней совершенно не предполагали что не скоро вернуться к своей работе прекрасный город повсюду чувствуется весна но все закрыто сегодня я вот так оделась я считаю что это нарядно я решила прям таки погулять и прогуляться в свое удовольствие этот образ станет примером следующей примерки следующего разбора гардероба я кстати встретила несколько патрулей меня не остановили у меня не было с собой модуля заполненного просто потому что у нас закончились чернила и как я говорила уже ранее на в каком-то видео на каком-то влоге невозможно заказать чернила на дом потому что амазон по крайней мере по италии по крайней мере в наш регион не осуществляет доставку возможно и по всей италии он тоже не осуществляет доставку я подхожу к киоску и вижу что он закрыт объявление что он будет работать только с утра я не знаю еще это указание для всех киосков подобного рода которым разрешилось которым было разрешено оставаться открытыми работать либо конкретно этот киоск решил что он будет работать по такому графику у нас есть другой киоск но я решила туда не идти решила сделать небольшую петлю и вернуться домой прекрасный город у меня нет слов все очень красиво все очень по весеннему повторюсь еще какие-нибудь да даже не 3 а 2 месяца назад было невозможно представить то что происходит сейчас город меня порадовал я как налогоплательщик этого города могу сказать что я за то чтобы город выглядел так и могу сказать что у нас были временные проблемы с мэром и с администрацией первый раз за много лет не преувеличиваю первый раз за последние пять лет совершенно точно а может быть даже и больше город выглядит таким красивым было высажено так много цветов фонтаны включили посмотрите какие они чистые для того чтобы фонтаны были такими чистыми необходимо их чистить каждый день я это знаю потому что когда-то гуляла с маленьким кабрюшечкой в центре этого города и видела как чистят фонтаны каждый день я отправляла Егорку сажала его на автобус школьный и мы шли с габрюшечкой гулять потом я также гуляла с Данечкой поэтому я знаю что для того чтобы фонтаны были такими чистыми необходимо их чистить каждое утро посмотрите эти видео и кадры говорят сами за себя я очень рада что город такой ухоженный кстати вдалеке проехал патруль патрульная машина точнее никто не гуляет призывы о том что мы должны оставаться дома в общем то возымели безусловно свое действие все сидят дома все соблюдают карантин я подошла к банку и вижу что этот банк тоже работает по записи что не странно я говорила что теперь это требования к банкам они работают что называется суапунтаменто то есть по записи есть определенное количество людей которые должны прийти значит банк откроется для них и кстати очень многие решили отремонтировать например фасады покрасить их либо каким-то образом отреставрировать потому что подобная работа была разрешена до недавнего времени некоторые витрины кстати не имеют даже решеток реалии этого города таковы что ну никто не думал что случится то что случилось показываю вам витрину макс мара макс мара уикенд очень красивый образ его легко повторить белое пальто тельняшка крупное украшение и шар не могла пройти мимо этого образа и не показать его вам так же как и эти бусы кстати это тоже витрина макс мары повторюсь люди живут проводят точнее большую часть своего времени на террасах ну про нашу семью можно сказать что мы живем на террасах на террасе точнее пока мы открыли только одно вот таким выглядит город кстати там бежал подросток с папой они бегали по очень узкому кругу возможно рядом с домом не превышая дистанции 200 метров вот такая моя любимая италия здесь и сейчас вот таким выглядит мой город который я очень люблю я надеюсь что скорее точнее я желаю всем нам чтобы скорее все это закончилось и надеюсь что скоро все это закончится весна идет весна в самом разгаре я возвращаюсь домой по пустынному городу и снова пересекаю улицу на которой нет машин в общем то можно не ждать можно идти с закрытыми глазами на этом с вами прощаюсь дорогие зрители желаю всем хорошего настроения хорошего дня увидимся очень скоро это была Яна Скворцова всем пока 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 пока